В этом году отметила свое 95-летие. Отказываться от престола она не планирует, продолжает активно работать. Хотя в последнее время ее старший сын принц Чарльз, который является первым в очереди на трон, активно ей помогает с делами. Периодически в прессе обсуждают версию о том, что королева может передать престол своему внуку принцу Уильяму, который на данное время занимает вторую строчку в списке престола наследников. От этой информации пришла в ярость. Скорее всего, журналисты нацелены на крупную ссору между наследниками трона, вот как журналисты описывают ситуацию. Напряженность растет по мере того, как монархии готовятся к уходу Елизаветы Аяй. Порой журналисты такие грубые, что комментировать их статю вообще не имеет смысла. Плюс. Герцог и герцогиня кембриджские за последние полтора года стали самыми популярными персонами британской монархии. Этот факт приводит в ярость жену принца Чарльза, первого в очереди на престол, Камилу, герцогиню Корнуольскую. Тогда королевский инсайдер рассказал, как Камила высказалась по поводу возможного восхождения на престол принца Уильяма. Камила пришла в ярость и сказала Чарльзу, чтобы он стал мужчиной и боролся. Она уверена, что ее мужу жизненно необходимо быть на троне, заявил инсайдер. Порой сотрудники БД сильно преувеличивают свою должность. Разве такие споры не нарушают закон о конфиденциальности? Напряжение между сотрудниками дворца растет по мере того, как монархия готовится к жизни без королевы. В воздухе запахло значительными изменениями. Эти перемены слишком стремительны, хотя принято считать, что с годами монархия меняется так плавно, что изменения почти незаметны, поделился своим мнением королевский корреспондент Ричард Палмер. Не знаю, думаю, что все-таки принц Чарльз и принц Уильям не будут конфликтовать. Потому что у них и так есть ребята, которые устраивают детские спектакли. В первую очередь для КС полезно защищать монархию. А не думать о первенстве трона. Так как, если рейтинг монархии упадет, то все эти антимонархисты начнут атаковать против КС. Герцогиня Кембриджская уже два месяца скрывается от посторонних глаз. В чем причина? Британский народ всерьез озадачен Кейт Мидлтон, уже два месяца скрывается от посторонних глаз. Исчезновение герцогини Кембриджской рождает массу слухов. Один из них о том, что жена принца Уильяма находится в ожидании четвертого ребенка. Однако у королевского эксперта Рассела Майерса совершенно другое мнение о причинах отсутствия Кейт в светской жизни королевства. Он уверен, что герцог и герцогини Кембриджские взяли отпуск, чтобы отдохнуть от пристального взгляда средств массовой информации. Уверен, что герцогини не беременны. На самом деле они в отпуске. Кембриджские часто берут тайм-аут. Вот увидите, они вернутся к работе в ближайшие несколько дней, рассказал Майерс в интервью изданию Today OS. Существует договоренность между королевской семьей и СМИ, что во время отпуска пресса не докучает монаршем особам и не фотографирует их детей в дни каникул. На вопрос журналиста Today OS, не появится ли Кейт после отпуска с беременным животом, эксперт ответил, кто же знает, что сейчас происходит в королевской семье. Думаю, это лишь догадки, но послушайте все возможно. Разговоры о пополнении в королевском семействе происходят на фоне готовящегося переезда герцогов кембриджских в Винздор поближе к Елизавете II. Королевский биограф Анджела Левин предположила, что решение принца Уильяма и Кейт было мотивировано большой заботой о своей семье. У герцога Сасакского есть тайная печаль и мечта. Он желал бы быть обычным человеком, а не принцем из числа британского королевского семейства. Вероятно, он не читал книгу «Принц» и «Нищи» Марка Твена, где четко показано, уж где родился там и пригодился. А принцу в роли нищего, ой, как нелегко. Жаль, жаль, что его высочество классическую литературу не читал. А если и читал, то не понял или понял как-то по-своему. Анджела Левин, королевский автор, в 2018 году выпустила биографическую книгу Гарри «Беседы с принцем». В 2019 году, перед самым уходом герцога и герцогини Сасакских из фирмы, Анджела обновила книгу «Под влиянием тех событий в жизни Гарри и Меган, которые предшествовали Мэгзиту». Сейчас Гэжа Левин, анализируя поведение принца Гарри, заявляет, Гарри еще в юности подчеркивал, что хотел быть кем-то другим, но не принцем Гарри. «Я предполагаю, что порой ему неудобно в собственной шкуре. Когда я готовила биографическую книгу о принце и много беседовала с ним в 2016-2017 годах, он часто говорил, что хочет быть обычным человеком. Но его обычность, его кажущаяся простота и непритязательность, может быть некой особенностью только на фоне его свободного доступа в королевские дворцы, к лимузинам с затонированными стеклами, в которых его возят водители в сопровождение охраны, и когда он использует свои невероятные королевские связи, чтобы получить все, что он пожелает». Гэжа Левин продолжает. «Люди и получше принца Гарри, которых он отлично знает, бегут по жизни, как марафонцы, чтобы успеть добиться многого, и крутят невероятные сальто-мортали, чтобы их желания сбылись». В отдельном интервью с Гэжой Левин для Нузвик в 2017 году Гарри сказал, что вытащил голову из песка. Он признался, что иногда ему кажется, что он живет как золотая рыбка в аквариуме, но теперь справляется с этим гораздо лучше. Он подчеркнул роль, которую сыграла его мать, принцесса Диана, показав ему обычную жизнь, взяв его и брата принца Уильяма, в приюты для бездомных, сводив в Макдональдс и прогулявшись с ними пешком по центральным улицам Лондона. Однако Гэжа Левин тогда написала, что публика не хочет, чтобы Гарри был обычным. «Почти все, кого он встречал в то время, когда я следовала за ним, наблюдая за его жизнью и королевскими обязанностями, при подготовке моей книги». Так вот, почти все обычные граждане, каким хотел быть и принц Гарри, особенно если им было меньше 30, были в восторге от того, что их пришел повидать настоящий принц. У Гарри есть далеко не самая обычная способность, возможно, унаследованная от матери, принцессы Дианы он легко общается с людьми и может задавать им вопросы и беседовать с ними на очень личные темы, например, об их душевном состоянии, располагать окружающих к себе, даже если впервые увидел их несколько минут назад. Сам Гарри в интервью с Анджелой Левин для Нузвик говорил о том, что быть королевским это далеко не предел мечтаний, как это принято считать. Есть ли в королевской семье кто-нибудь, кто хочет быть королем или королевой? Я так не думаю, но мы выполним свои обязанности в нужное время. Если вы рождены для этого такими, какими являемся мы, я думаю, это нормально чувствовать, что вы на самом деле этого не хотите. Для Елизаветы II решение герцога и герцогини Сасекских стало неожиданностью. Принц Гарри и Меган Маркл планируют нанести визит в Британию, чтобы крестить свою младшую дочь Лилибет Диану. Несмотря на то, что отношения между членами королевской семьи остаются натянутыми, Гарри старается поддерживать теплые отношения со своей бабушкой, Елизаветой II. И поскольку Лилибет является одиннадцатой правнучкой Ее Величества, Сасекские намерены организовать для нее надлежащую церемонию. На данный момент Гарри и Меган подали официальную просьбу о встрече с королевой, чтобы представить Елизавете II малышку Лили. К слову, имя Лилибет было выбрано не случайно, так в свое время обращались к самой королеве в семейном кругу. Второе имя девочки Диана, соответственно, является данью памяти Диане Спенсер, покойной матери принца Гарри. О том, как пройдут крестины, известно не так уж много. Гарри и Меган внимательно относятся ко всему, что касается конфиденциальности их детей. Местом проведения церемонии, вероятнее всего, станет Виндзорский замок. Он играет в жизни герцога и герцогини Сасекских особую роль, ведь именно на его территории состоялась их свадьба в 2018 году, и там же крестили их первенца, Арчи. Согласно источникам, пара уже подала заявку на проведение церемонии. Дата мероприятия пока не определена, из-за непростой ситуации с пандемией COVID-19. Напомним, что ранее Гарри и Меган планировали крестить дочь на территории США, что шло вразрез с привычным положением вещей. Однако сейчас они, похоже, согласились на компромисс и готовы соблюсти необходимые традиции, если им позволят организовать крестины в Виндзоре. В таком случае, вероятно, Лилибет ждет все то же, что и ее старшего брата и многих других потомков королевской семьи, включая фамильную сорочку для крещения, копию той, в которой крестили старшую дочь королевы Виктории в 1841 году.